Девчонки и мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео муж вам расскажет о нашей новинке. Это восточная парфюмерия, которую представляет всеми известная актриса, которая снималась в главной роли фильма «Великолепный век». Она там представляет четыре аромата. Три из них женских и один из них мужской. Вот сегодня муж попользовался вот этим. И вот, к сожалению, я не подготовилась, не взяла каталог, не знаю, как он называется. Но вот черный этот вот аромат. Всем привет, как Насте говорят, девчонки и мальчишки. Мне сегодня новое задание. Сказали, попшикайся вот этим ароматом. Называется он «Агизур», как-то так читается. Точно, да? Да. Такий «Агизур». Агизур, да. И что я могу сказать? Сейчас еще раз его открою. С восточной парфюмерией я знаком достаточно хорошо. Потому что, наверное, лет пять назад я увидел еще, когда я жил на юге, очень много арабских лавок, где продаются маслянистые духи. Обычно это пробники там. И, в принципе, начиная там от каких-то шейхов до турецких, до египетских ароматов, там я много что перепробовал. Более того, помимо вот этих вот типичных удовых ароматов, да, какие-то, где у них в основном сквозит, я перепробовал также просто не подделки, да, больших брендов, а, ну, скажем так, подобные ароматы, которые в Европе, во всем мире представляют какую-то известность. Что касается данного аромата, под названием еще раз Агизор, если я правильно понимаю. В переводе означает мужественный. Сразу могу сказать, что он не особо мужественный, это первое. А когда его нюхаешь, у него нота свежести есть, причем, может быть, какие-то небольшие цитрусовые. Это первое, что кидается в глаза. В принципе, если его классифицировать, то это скорее аромат более, вот такие, более свежий, нежели какой-то клубный или какой-то такой вечерний аромат. Это раз. На коже он появился вначале очень специфично, такое ощущение, как будто я попрыскался, ну, помазался эфирными маслами из Крыма. Вот все, наверное, впрыскались какими-то там пачули, там, не знаю, что там еще есть, там, цветочные какие-то ноты непонятные. В общем, это не духи, а просто запах эфирных масел. Это первое, что вообще бросил с глаза. То есть, никакой там какой-то парфюмерный ароматический я не почувствовал. На второй момент, я обратил внимание, что когда я вышел через, наверное, уже 5 минут, вообще запаха от меня не было. То есть, он, скажем так, имеет очень слабую ароматику. У него вообще бледный, блед-бледная слабая ароматика. Так, вот я извиняюсь, можно я свои там 5 копеек ставлю? Дело в том, что есть ароматы такие летние, весенние, а есть зимние. И вот мне показалось, то есть, он, знаете, вот такой вот ненасыщенный, восточный. Ну, вот как я себе представляю, такие тяжелые, насыщенные, восточные ароматы. Нет, он не из таких, он больше легкий. Легкий, и вот, наверное, вот лучше всего он раскроется весной и летом. Но это мои предположения, то есть, мы можем попробовать весной и летом его, но потому что для зимы нужны более стойкие, более такие насыщенные ароматы. А он более легкий. Согласен. В общем, если, скажем так, его как-то классифицировать, то это скорее ближе к спорту раз, но с ярко выраженной такой какой-то рисковатой нотой. Потому что вот этот вот эффект эфирного масла, он пропадает, и остается вот этот бледный запах таких вот освежающих духов. Более того, у него типичная нота, как вот и до этого я делал, ну, какой-то небольшой обзор. Но, скажем так, я бы назвал нотой стирального порошка какой-то свежести или кондиционер свежести. То есть, эта нота приятная, но она как-то не сочетается с духами. То есть, для духов, на мой взгляд, это очень слабо. И для того, чтобы эта главная нота была вот выражена в этих духах, это два. Ароматика бледная, это три. Жена, наверное, правильно говорит, что, возможно, весной или летом. Он свежий аромат, да. Вы знаете, как вот просто от него ожидала. Я думала, что это если восточная коллекция, это будут какие-то такие насыщенные, очень тягучие какие-то там с большим содержанием эфирных масел. Ну, что-то такое, вот как мы в Бергамот, да, пробовали вот этот вот биоси запах, да? Да, действительно, вот у него была восточная нота. Вот, а он, ну вот, не соответствует немножко своему названию, потому что в переводе с берберского «мужественный». Он правильно назвал «агизур». Да, он, наверное, больше подойдет… Сколько не бутальный, не мучный. Да, 25-30 лет. И вот, ну, хорошо, мне кажется… 30 лет уже, как бы, это мужчина и в 25. Подойдет, скажем так, тоже, наверное, больше для подростки, студенты. Ну, либо, опять же, эти запахи надо тестить летом, там, например, там, после речки, там, не знаю, после моря. Помнишь какой-то аромат, который тебе вообще не зашел? «Пацифик», по-моему, да? «Аберпацифик» – это больше всего, который мне аромат понравился. Да, но в Крыму он раскрылся вообще совершенно по-другому. Но ты его пробовал зимой, и ты вообще сказал, по-моему, про него, что это какой-то такой не очень аромат. Ну, я, честно говоря, такого не помню. Ну, в общем, этот аромат… Аберпацифик вот ты взял, именно, да, помню, что не понравился. Не знаю, нет, амберпацифик намного лучше, он, более того, стойкий. И мне вообще не нравятся запахи нестойкие. Понятно, что у каждого свои вкусы, кто-то любит больше деликатные, нежные вещи. Я люблю более… Да, он более, да, и концентрированный, да. Да, я люблю концентрированные, насыщенные, грубые вещи. То есть мне это как-то вот ближе. То, что является, ну, такую прям чёткую консистенцию. Эти духи более нежные, поэтому, может быть, кому-то, наоборот, нравится невызывающие, ярко вызывающие какие-то… Ну, мне вот, кстати, он понравился, потому что я люблю свежие озоновые такие ноты. Ну, чтобы… Что такое внимание озоновое? Ну, свежести, ну, типа кинзо, что ли. Ну, это не кинзочный запах, но всё равно он такой, ну, как свеженький, он лёгкий, лёгкий свежий. Лёгкий запах. Лёгкий, свежий, да, аромат. Вот. И, значит, вот здесь вот у него такой флакончик. На флаконе изображён чирот – мужской талисман восточных народов, таурегов и берберов. Значит, он древесно-пряный аромат с нотами свежей мяты. Мяты чувствуешь? Древесно-пряный аромат с нотами свежей мяты. Там кардамон должен быть. Кардамон, он даёт такую мятную нотку. Амарокканская мята наана, но, в принципе, по названию… Кардамон, да, можно почувствовать. Кардамон, да. Ну, вот даже по названию основные ноты – кардамон, марокканская мята, наана. Они не могут быть яркими, насыщенными запахами. Да, мятный запах. Больше мятный. Мятный запах. И в конце – удовое дерево. Удовое дерево вообще не чувствуется. Не чувствуется, да? Потому что вообще, как бы, любителям арабских восточных запахов, как бы, ну, я не рекомендую, потому что выраженные арабские запахи, типа шейха какого-нибудь, это совершенно разные вещи. Это похоже на обычный европейский запах, слабенький. Как бы, да, такой слабенький восточный запах с нотами стирального порошка свежести. Вот, наверное, как бы я его обрисовал. Да. И поэтому вот делаю выводы, что подойдет, даже если вы на 23-е подарите, ну, подросткам даже если каким-то подарите, то он даже неплохо зайдет. Потому что ощущение такое, что вот по картинке, по фотографии, такое ощущение, как будто этот аромат для возраста, там, 40 лет, таких, для солидных. Если брать все-таки ему какие-то, ну, не то что положительные характеристики, потому что, да, я как совсем критично не хочу чем-то говорить, это оценочная краска. Легкий запах, легкий непредиздательный запах. И если, скажем так, ваш муж, молодой человек, я не знаю, там, член семьи, и друг не очень любит броские ароматы, или вам не нравятся броские ароматы от мужчины, чтобы от них пахло просто чуть-чуть так вот. Ну, не то чтобы даже элегантно. Спокойно, да, и был запах свежести. Этот аромат больше подойдет. Тот, кто пользуется продукцией Фаберлика, наверное, может быть, восьмой элемент чем-то напоминает. Отдаленно. Спортлайв, по-моему, есть. Там у них две линейки, по-моему, футбол есть. Есть еще что-то. Вот они тоже очень такие бледные. Но, по-моему, один из них более выраженный, другой менее выраженный. Тоже такие бледные, ну, бледные, свежие запахи. Ну, я думаю, мы сейчас про женские скажем отдельно, потому что мы уже на 8 минут записали. Вот. Ну, подписывайтесь на канал. Ссылка для регистрации вас ожидает внизу в инфобоксе к этому видео. Если вдруг вам по описанию... Ну, вообще, можно заказать пробники. Я бы рекомендовала с пробников начать. И в этом каталоге как раз на него скидка 50%. Если вы зарегистрируете... Ссылку для регистрации я оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. В описании можете посмотреть. А у вас еще дополнительная будет скидка от цены, которая в каталоге. То есть со скидкой у вас получится 800 рублей. То есть для парфюма, ну, как бы недорого получается. Хорошая такая цена. Потому что в следующем каталоге он уже будет стоить 1500 рублей. Каталог действует всего лишь две недели. Вот. Так что, ладно, все. Переходим к следующим ароматам. Да, переходим к следующим ароматам. К женским. Субтитры сделал DimaTorzok